Вопросы противодействия идеологии экстремизма, а также роль молодежных, общественных и религиозных организаций в этом направлении стали основными на заседании круглого стола в аграрном техникуме. В начале мероприятия молодым людям продемонстрировали видеоролик, подготовленный сотрудниками управления по делам молодежи, призывающий не поддаваться на всевозможные уловки членов бандгрупп и ни в коем случае не позволять вовлечь себя в их преступную деятельность. На заседании говорили о террористических акциях, произошедших на территории Российской Федерации и каким последствиям они привели. Сотни пострадавших и жертв – такой результат преступной деятельности, в которую позволили вовлечь себя многие молодые люди. Подобное мероприятие мы не случайно организовали, так как все мы слышим, видим и сталкиваемся с такими терминами, как экстремизм и терроризм в средствах массовой информации. И мы, конечно, обязаны просто донести до нашей молодежи о существующей проблеме. Мы обязаны просто ознакомить нашу молодежь с такими понятиями и генезисом, как экстремизм. И, конечно же, мы должны познакомить с уголовно-правовой характеристикой преступления экстремизма. Цель таких встреч – оградить подрастающие поколения от совершения ими неверного шага. По мнению организаторов мероприятия, проведение подобных круглых столов и встреч с молодежью являются одним из главных методов противодействия вовлечения молодежи в преступную деятельность. Мы такие мероприятия намерены до конца учебного года провести в каждом среднеспециальном учебном заведении. Конечно же, мы будем привлекать и заместителей по воспитательной работе наших школьных учебных заведений. И все координаторы сельских поселений по работе с молодежью, абсолютно все, проведут подобные мероприятия в сельских поселениях. В мероприятии принял участие адвокат. Он рассказал молодым людям, какая работа проводится для борьбы с любыми проявлениями экстремизма и терроризма. Для молодежной сферы это актуально, прежде всего потому, что каждый молодой человек может коснуться с проявлениями этого ужасного явления. Во-первых, участвуя в многочисленных мероприятиях, они могут стать жертвами данных преступлений. Во-вторых, их, поскольку они обладают пока неустойчивой психикой, неустойчивым социальным мировосознанием, могут привлечь в качестве объектов, в качестве предмета совершения данных экстремистских преступлений. На мероприятии участники круглого стола узнали от правозащитника, какая уголовная ответственность предусмотрена российским законодательством даже за незначительную помощь и поддержку участников банформирований. Предупредить в том числе об уголовной ответственности и о грозящих им смертельной опасности в случае, если они пойдут на поводу у подобных лиц экстремистской направленности.